Меня зовут Ваня, ну, Иван, как хотите, в принципе. Я являюсь продукт-менеджером по личному кабинету. Недавно мы выбрали официальное первое название этому продукту, что является B2Core, так что сейчас я о нем расскажу больше в подробностях. Главная, основная тема B2Core – это личный кабинет, это та зона, куда будут приходить ваши конечные клиенты, будучи брокером биржи, маржинальной биржи, обменником. Это то место, куда будут приходить, регистрироваться конечные клиенты, куда они будут заносить деньги, то, где они будут открывать торговый штат, то, где они будут обменивать. Вся активность конечных клиентов, она происходит в этом продукте. И этот продукт на данный момент максимально, так сказать, клиентно ориентирован, поскольку когда клиент приходит к нам, мы кастомизируем абсолютно полностью весь продукт под желание клиента, то есть цвета, то есть бренд, логотип, кастомизация. То есть это все параллельно с этим, это все очень отработанный процесс. То есть на данный момент сетап личного кабинета, где мы получаем базовую информацию о том, какие вам нужны цвета, какие вам нужны логотипы, какие вам нужны модули в данном личном кабинете, что вам нужно из торговых счетов, документов на сайте. То есть все это умещается в три дня. То есть после получения этой информации, через три дня вы получаете продукт, который вы можете поставить на сайт, и куда уже могут приходить клиенты, регистрироваться, и, так сказать, ввести любую активность. Вот. Параллельно, вот как здесь я описал, адаптивный центр брендирования, легкое навигационное меню. Я вам чуть попозже покажу скриншоты. Анимированный фронтенд. Сейчас у нас, можно сказать, третья версия фронтенда личного кабинета. Она написана на ангуляре. Она сейчас у нас целая команда фронтенд-разработчиков, которая постоянно работает над этим. В параллели с каждой потенциальной разработкой сопровождается дизайнером, который сначала все это рисует, все это обсуждается, и все это только после этого начинается разработка. То есть это очень такой процесс, потому что мы максимально нацелены на качество продукта, которое мы отдаем конечным клиентам. Вот. И немножко про back, так сказать, как бы личный кабинет. Да, конечный юзер увидит красивый личный кабинет, но, опять же, он сопряжен также с многочисленными интеграциями, с внешними системами, потому что мы пишем решение под личный кабинет, но мы, допустим, не пишем решение под какие-то маркетинговые тузы. Но у нас есть куча интеграции, пул интеграции с такими решениями, как, скажем, SendGrid по отправке имейлов и так далее, и так далее, которые, по сути, после сетапа вы можете просто включить и пользоваться это вместе параллельно. Личный кабинет и такие решения. Клиентская аналитика – это любые клиентские движения, любые клиентские данные, они все агрегированы в админскую панель, где вы можете видеть аналитику по клиентам, такие как депозиты, такие как торговые счета, балансы этих торговых счетов, регистрации, с каких IP люди заходили и так далее, и так далее. То есть это огромный пул информации, который уже разбит для удобства, но который можно также ограничить для тех же самых сетов админов для входа в администрированную панель. Это небольшая, так сказать, структура B2Core, но в общем и целом это фактически основная вещь – это база данных, где, по сути, все это лежит, где после каждого действия все это сторится, все это аккумулируется, все это подвязано к бэкэнду, который в свою часть отдает все команды на фронтенд, и фронтенд уже все это красиво отображает. Вот. Бизнесы B2Core на данный момент поддерживаем 6, но мы этим никак не ограничены. Это брокер-криптоброкер, обменник с подбиржей, маржинальной биржей, о которой Артур ранее говорил, и платежная система, либо EMI. Вот. Конечно, основные – это, наверное, брокер. Ну, в принципе, они все основные. Для всех у нас есть отличные решения. Вот. По интеграциям с торговыми платформами, на данный момент их 8, но, опять же, мы не ограничены и как бы открыты к любым другим интеграциям, если наш клиент пожелает. То есть B2Trader – это нами написанное решение матчингового движка, MetaTrader 4.5 – это торговая платформа, так же, как и OneZero и C-Trader, и что ранее говорил Артур, AlphaPoint, Dxtrade и ProTrader. Вот. Ну, это как бы самые большие имена. Да, так же B2Margin, так же еще, я бы сюда добавил, очень скоро появится так же и PrimeXM интеграция. Вот. Это пример в последней версии нашего личного кабинета отображения торговых счетов. То есть здесь можно увидеть, что каждый клиент, у него есть легкое навигационное меню, где он может перейти либо на свои кошельки, куда он фактически заводит деньги, либо на торговую платформу, где он фактически открывает эти торговые счета, впоследствии на которые он может посмотреть детали, где детально отображена вся информация, касаемо его баланса. Здесь и то, здесь это базовая часть. Если перейти в детали, то там будет, там до глубины того, то что можно будет увидеть свои открытые позиции на данном торговом счете. Вот. Так же все вот это кастомизируется, то есть это все лишь пример цветов, это все может быть под ваш тип. Здесь так же все это варьируется, то есть, к примеру, плечи, валюты, хеджинг, нейтинг, название аккаунтских типов, то есть все видоизменяется, как вы сами пожелаете. Интеграция с 1.0 Prime XM, то есть вот на данном могу показать, как это будет фактически с 1.0. Ну, та же самая логика, по сути. Вот пример аналитики, то есть если пойти на детали счет, то можно увидеть все свои открытые позиции, все в целом позиции, можно выбрать по дате, можно увидеть, как бы поставить любую погинацию, как вы сами хотите, и как бы любая сортировка, то есть как бы все в очень удобном виде, это для конечного клиента. Такая же информация предоставлена и в админской панели для администраторов бизнеса. Вот. Идем дальше. Дальше это еще одно окно по деталям счета, то есть график, так сказать, падения и роста. И здесь как бы более детальная статистика, как P&L, там максимальный дневной профит и так далее, так далее. Вот. Идем дальше. Опять же администрированная панель, то есть, коротко говоря, администрированная панель, это все то, что происходит внутри личного кабинета, оно отображается в админской панели, то есть регистрации, депозиты, какие торговые счета были открыты данным юзером, с какого IP зашел этот юзер. Этому юзеру можно дооткрыть с админской панели торговые счета, можно докинуть деньги, можно списать денег, можно, на самом деле, можно все, что угодно. потому что на данном моменте личный кабинет, это фактически у нас очень большая команда разработки, и сейчас еженедельно деплоится огромный пул задач, доработок по админской панели личного кабинета. То есть админская панель с каждой недели, она становится все более-более функциональной. Важно отметить регуляцию прав администраторов, то есть главный админ может фактически отдать какие-то права сотруднику, допустим, легал департаменту, чтобы он видел только документы. Он может отдать финансам, чтобы те видели только приток и уход денежных средств, и переводы с кошельков на торговые счета. То есть все это разграничивается, каждый отдел админской панели разграничивается, чтобы не давать лишнюю информацию сотрудникам, но дать удобство, чтобы этого же сотрудника не нагружать этой лишней информацией. Вот. Конфигурация интеграции. Опять же, все эти интеграции, то, что у нас уже есть, это вы получили продукт. Если вы подписались с какой-то платежкой, все, что вам нужно сделать, это получить от них ключ, вставить его у нас в админской панели, у вас заработает платежка. Все. То есть это как бы дело нескольких минут. Вот. Идем. И важная часть финансовые репорты. Сейчас это как бы очень важный аспект, то, что мы сейчас строим такие достаточно сложные метрики, где мы ежедневно отсылаем репорты по балансам юзеров, по притокам и как бы уходам. То есть это будет полезно для финансового департамента в компании, чтобы видеть как бы виды изменения в бизнесе. Вот. Идем чуть дальше. То есть вот примеры административной панели, также легкое навигационное меню, но которое наполнено максимально информацией, которую можно. То есть она… здесь можно увидеть как бы данные по клиентам, уйти в детали клиента, и уже в детали клиента можно посмотреть его аккаунты, торговость, там можно посмотреть всю его активность. Здесь как раз страница юзеров, где можно добавить как бы юзера административной панели и дать ему какие-то определенные права на нее. Страница репортов, то есть ежедневно выгружаются репорты, но если там по ошибке удалили email, все это генерируется здесь, все это сторится здесь, которое можно легко скачать в любой момент. И здесь, конечно же, блок по финансовым транзакциям, это как бы депозиты, выводы, переводы, IB, награждения и так далее, и так далее. Здесь в деталях показывается сколько, в какой валюте, через какую платежку все это получено. Если это с конвертацией, показывается курс конвертации, и так далее, и так далее. И, конечно же, статус. То есть могут быть там, допустим, какие-то, есть успешные, есть неуспешные. То есть все это мы обрабатываем, все это отображается корректно. Вот. Платежные системы. На данный момент у нас заинтегрировано 20 плюс платежных систем. Из них как бы самые главные, я думаю, ну вот, B2B and Pay, что есть наша платежная система, криптошлюз. Вот. Также PayPal, Neteller, Яндекс, деньги, WebMoney, Skrill, PerfectMoney, и Simplex. Это как бы основные, но есть гораздо больше. То есть, если так брать, вспомнить с памяти, к примеру, WinPay, к примеру, ClearJunction, ну, что-нибудь еще. Вот. Есть список. Мы, конечно же, как только вы к нам приходите, мы даем вам полный список интеграций, чтобы вам было для удобства то же самое не ходить к платежкам, которых у нас нет, а пойти к тем, которые у нас есть, для удобства, для скорости подключения бизнеса, так сказать, к возможности принятия денежных средств. Безопасность. Мы поддерживаем аутентификацию как на фронте для конечного юзера, то есть, после регистрации он может включить 2FA для входа, как через Google, так и через SMS, поскольку мы заинтегрированы с SMS-провайдерами. Также это стоит на административной панели, возможность включения-выключения 2FA, опять же, для безопасности, опять же, для тех людей, которые будут иметь права на списание или начисление денежных средств, чтобы обезопасить себя, обезопасить компанию от того, то, что потенциально кто-то может попасть в чужой аккаунт. Вот. Опять же, то, что white-list адресов – это пример у нас на личном кабинете. Сейчас любому бизнесу мы можем подключить возможность выводов через нашу платежку B2B and Pay только на определенные адреса, которые конечный юзер сам добавляет, то есть, это дополнительная мера безопасности для вас, как для бизнеса, и дополнительная уверенность для конечного юзера, то, что у вас такой комплексный продукт, который уважает конечного юзера. и его средства. Система антифрода, которая подмечивает какие-то неординарные ситуации, такие, как если человек без торгов несколько раз запрашивал выводы и так далее, и так далее, то есть, можно любые повесить алерты, которые приходят на почту и которые отображаются в административной панели, чтобы показать, допустим, вашему дилингу или вашему, как бы, риск-менеджменту то, что с этим юзером что-то не так, он требует дополнительной проверки. Система холдов это фактически система, где при выводе мы сначала забираем средства, а потом уже как бы создаем заявку на этот вывод, чтобы обезопасить вас, как бизнес, от двойной, двойных затрат. Вот. 24 на 7 техподдержка, многоуровневые бэкап данных это основное. вот. Идем дальше. Вот пример white list кошельков, это можно посмотреть сейчас на бирже и мы сейчас предоставляем это в принципе каждому бизнесу. Включение-выключение опять же через включение 2FA, то есть невозможно этим пользоваться без без включенного 2FA. Вот. Добавление, удаление кошельков все очень опять же юзер-френдли. дополнительные внести системы, которые делают продукт более комплексным, но более удобным для конечных юзеров. И для вас тоже, как для клиентов и как для потенциальных клиентов, потому что эти вещи все автоматизируют работу и убирают требования в найме сотрудников, которые будут делать это вручную. То есть сам SAP и Identity Mind это KVC провайдеры, через которые у нас есть интеграции, которые автоматически через свою систему проверяют документы, где мы на ЛК вешаем верификацию и они проходят ее автоматически. Также у нас есть интеграция с CRM-ками, то есть AMA CRM VTiger SupportPell, маркетинговые тузы, то есть сегмент, которые при каких-то действиях в личном кабинете отправляются ивенты в эти платформы. Это для маркетингового департамента. И много онлайн-чатов заинтегрировано в личный кабинет для быстрой поддержки. Вот пример. Сейчас мы вывели, как Артур говорил, 24 на 7 поддержка. Сейчас это происходит через helpdesk на B2 брокере, то есть клиент оформляет тикет, никакая информация не утеряна, все находится в отдельном тикете, все отсортировано, все очень организовано. Интеграция с B2 Margin это фактически новый тренд, это маржинальная биржа, где будет возможность A-бука, B-бука и C-бука, 500 торговых инструментов, индивидуальные плечи, то есть на каждый ордер можно будет поставить разное плечо фактически. Большая глубина рынка, потому что мы являемся как агрегатор ликвидности, потом мультивалютная поддержка и адаптивный UI, это то, что вот часть B2Core, то, что мы взяли их решение и подделали его под себя. Вот пример торгового UI для в интеграции с B2Margin, одна важная часть, это то, что любые блоки можно переводить, как вы сами хотите, и можно поставить как бы дефолтные, то есть допустим, я могу график перенести сюда, позиции туда, и возможность открыть много вот таких вот зон работы, то есть, ну, тут мой коллег больше расскажет. Вот, это в принципе все. Спасибо. Спасибо, спасибо.